Парни, всем привет! Сегодня хочу показать новую игру. Это танковые симуляторные бои. Здесь игра сделана и заточена именно под симуляторные бои, именно под пробитие, которое является реалистичным, то есть с танковой бронёй, там снаряды, разные снаряды, разное пробитие, именно под хардкор, именно под симулятор воспроизведено буквально всё. Поэтому, как бы вот так, представляю вам новую игру, она очень прикольная, но онлайна пока нет, только компания. Но компания у меня не тянет, поэтому у меня пробные бои, такие короткие. Здесь есть такие короткие бои для того, чтобы настроить танк и всё такое, попробовать, опробовать танки. И то, посмотрите, в левом нижнем углу, сколько у меня фпс, и это всего здесь 6 танков, то есть 5 противников и один я. Как бы вот так, выклонен на Т-72, есть ещё танки Т-55 и БТР. Ну, это я покажу в следующий раз. Опа, вот они стреляют. Т-72 замечательный, лазерная наводка. Вот смотрите, я вот красный кружочек навожу, то есть я навёл до этого. То есть сейчас и сразу автоматически ствол наводится. Вот, появляется красный кружочек, вот раз я навёл, нажал буковку Е, он у меня сразу высчитал дистанцию и подвёл ствол под эту дистанцию. То, что появилось в верхнем красном, красной надписи в верхнем правом углу, это ранение экипажа и то, что вы вывели из строя в этом танке. Как бы вот так. И чем больше таких надписей, значит танк будет 100% уничтожен. Он загорится, либо загорелся, либо подорвался. То есть я не стал смотреть, потому что тревато прилететь. Сейчас прилетит снаряд, и как бы меня подобьют. На карте есть квадратик красный, в этом квадратике написано, что там надо, там как бы оттуда идёт враг. И вы идёте либо ему навстречу, либо обходите с флангов. Ну, короче, вот тактический бой такой, и кто кого перехитрит. Боты вас видят сквозь кусты, то есть недавно вышел патч, они это поправили. Но всё равно сказали, что некоторые боты всё равно ещё будут вас видеть на большом расстоянии, и даже через преграды. Ну, над этим они работают, как бы. И игра поддерживается. Как бы вот так. Так. Игра поддерживается, над игрой работают, игра прикольная. Мне очень понравилось, только почему-то на наших танках знак ГДР, но видно у них всё ещё вот это, блядь, какие-то проблемы с головой, всё у них вот это ещё фантазии почему-то. Наши танки, но со значками ГДР. То есть, ладно, оставим это для них. Вот так. Игра ещё не оптимизирована, то есть она очень сильно лагает, то есть у меня компания не тянет вообще. До этого, вот до этого патча, они это признают, что у них проблемы с оперативной памятью, то есть игра как бы ещё, я не знаю. Ну, короче, проблемы. Они вот с этим патчем, который вышел вчера, они что-то решили, и у меня хотя бы вот одиночные режимы, они тянут теперь. Тянут, и то вот маленький FPS. Пробовал загрузить компанию, у меня вообще 5 FPS. Как бы вот так. Так, ладно, ждём врага. 4 танка проехало вниз, значит, они либо сзади появятся, либо спереди. Ну что ж, подождём. Так, ну вот и танки всё-таки поехали спереди. Сканирую лазером. Ну, хотя тут в упор можно было стрелять, но всё равно. Есть ещё косяки. Вот как снаряд. Кто с него пролетел или рикошет был, непонятно. Я не знаю, зачем вот этот ещё делали такую полосочку. Вот ниточка тянется, ну, просто бы мышкой управлял его стволом. Вот ещё, зачем вот этот. Узунок вот этот, я не знаю, ниточка вот эта тянет, которая ствол. Так, ещё один. Смотрите, сверху, когда красным загорается, тогда, значит, перезарядка произошла полностью и можно стрелять. Видите, пока не горит. Вот, загорелось, можно стрелять. Снаряд в стволе, можно стрелять. Так, это последний танк. Четыре, значит, пятого нет. Значит, я его уничтожил там наверху, на большой дистанции. Значит, он был подбит. Ну, вот так как бы, как бы вот так. Если игра доведётся до ума, с красивой графикой, ведут оптимизацию, наконец-то исправят эти баги с оперативкой, с памятью, и всё, блин, игра будет классно. То есть, она будет пользоваться популярностью очень сильно. В следующий раз покажу БТРы, как работают вот пулемётики. Здесь есть, кстати, увидел пулемёт и вспомнил. Есть гранатомётчики, то есть, в вашей команде могут быть гранатомётчики. Здесь есть меню управления, управление танками, которые вам дадут в помощь. Управление гранатомётчиками, которые есть. Вы можете определить, где они могут ложиться и ждать танки. Вы можете играть за гранатомётчика, то есть, просто лежать, управлять туром. Как бы вот так. Здесь, в принципе, всё прикольно. Ну, чуть-чуть графон хромает. Им бы вот графон, как в тундре. Взять бы графон из тундры, было бы вообще шикарно. Ещё один бой. Покажу. Вот у меня есть здесь напарник. Можно переключаться между танками, если ваш танк подбит. И есть ещё дополнительные танки, боты. То есть, можно пересесть на их танк. Как бы вот так. Вид от третьего лица. Здесь, как в тундре. И вид от башни. То есть, как в тундре симуляторном бою, да, вы можете смотреть от люка. То есть, от башни. Вот, лазером наводитесь на танк. Сканируйте. И стреляйте. Зараза, если не подбил. Или это другой танк? Так. Так, готов. Так, подойду поближе. Там, вон, ещё два танка. Ещё два танка. Обходят, зараза. Ещё раз повторю. Боты у вас видят с большого расстояния. Даже через некоторые кусты. Так что, скрыться вам не удастся. Поэтому... Не, ну, скрыться можно, конечно. Вот видите ли, я в первом бою подождал, а они меня не заметили. Как бы вот так. Готов. Да, вид от третьего лица, конечно, даёт преимущество. То есть, больший обзор получается. Но тогда бы уж не делали вид от третьего лица. Либо только при полной остановке. То есть, при движении, чтобы он обратно садился. Либо вот такой вид от люка. Либо вообще из башни. Но, может быть, это потом доведут до ума. Пока так. Так. Вижу ещё танк. Вон он. Так, готов. Ну, как бы вот так. Вот такая игра. В принципе, прикольная. Мне понравилось. Кому понравилось, ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем отвечу. Всё. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...